АЛТАЙ КРАЙСТАТ Из 24 социально значимых продуктов на 20 товаров цена ниже, чем в среднем по стране. Значительно снизилась стоимость цен на творог, пшено, колбасу, подсолнечное масло, мороженую рыбу и мясо. Такое снижение фиксируется уже на протяжении двух недель, отметили в Министерстве экономического развития края. С 1 февраля в нашей стране увеличат размер материнского капитала. Об этом сообщил министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Теперь за рождение первого ребенка молодые родители получат до 524 тысяч рублей, а за второго и последующих более чем 693 тысячи. Кроме того, Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения России проконтролировать перевод денежных средств для поддержки региональных поликлиник, территориальным фондом обязательного медицинского страхования. На это правительство выделило дополнительно 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлинике. И основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу. Также премьер-министр России заявил, вся информация о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 в ближайшее время будет передаваться порталу госуслуги. Через госуслуги граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Соответствующее постановление правительства подписано. В селе Новиково Бийского района после капитального ремонта открыли Дом культуры. На его обновление в рамках национального проекта направили 47 миллионов рублей. Основные средства поступили из регионального бюджета. В день открытия подарков для жителей с села стал концерт ансамбля «Вечерки» Краевой филармонии. Сегодня в ДК разместились не только творческие коллективы, но и библиотека, музей и совет ветеранов. Дом культуры был построен 35 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Строители поменяли кровлю, фасад, инженерные коммуникации, полы, потолки. В зрительном зале установили новую механику сцены, световое и звуковое оборудование. Новые кресла заменили одежду сцены. Слабовидящие жители Алтайского края смогут насладиться актерской игрой. Барнаульский молодежный театр готовит тифлокомментарии для своих спектаклей. Все предметы, пространство и действия на сцене будут описаны словами. Такое новшество появилось благодаря победе в грантовом конкурсе «Особый взгляд». Уже нашли опытного специалиста Марину Копысову из Новосибирска. Она получила видеозаписи спектаклей и сейчас готовит к ним текст. Осталось дождаться специального оборудования. Мобильный радиопередатчик и 20 аудиоприемников поступят в МТА этой весной. Приходя в театр, зрители будут получать эти наушники, радиоприемники, а у тифлокомментатора радиопередатчик. И будет прямая трансляция, потому что, понимаете, это запись сделать невозможно. Спектакль – это совершенно жилой организм. В афише будут указывать, какие спектакли снабжены в тифлокомментариями. Пока это три постановки. «Крахмальная 92», «Временно недоступен» и «Вандербой». В будущем в Молодежном театре Алтая планируют выпускать спектакли с сурдопереводом. Территория Тегерекского заповедника будет увеличена почти в два раза и составит 83 тысячи гектаров. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Расширение территории заповедника предусмотрено национальным проектом «Экология». В новые границы Тегерекского заповедника войдут в труднодоступные участки тайги в Куринском и Чережском районах. У местных жителей сохранится возможность сбора трав, грибов и ягод в охранной зоне заповедника. Все участки земель, на которых осуществляется выпуск скота и сенокошения, остаются за пределами заповедника. Поэтому ограничений хозяйственной деятельности не последует. На этом у меня все. В студии была Анна Алымова. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин